Отделочные работы завершаются. Новая мебель и оборудование ожидают распаковки. В этом месяце строительные леса покинут здания фабрики кухни. Специалисты Самарского филиала Третьяковской галерей приступят к организации художественной экспозиции под названием «На вкус и цвет». Открытие выставки запланировано в мае этого года. Это большой выставочный проект из коллекции Третьяковской галерей и большого количества частных коллекционеров. Это около 100 работ, охватывающих три века русского искусства. Помимо этого мы откроем еще и наш образовательный центр, где для разных возрастов будут специальные программы, посвященные, поддерживающие эту выставочную тему. Первый камень в строительстве фабрики кухни заложен 8 марта 1930 года. Здание в форме серпа и молота за годы существования имело разное назначение – от столовой до офисного центра. Десять лет назад, когда здание находилось под угрозой сноса при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, фабрику кухни удалось отстоять и вернуть ей статус объекта культурного наследия. В 2019 году был дан старт ее реконструкции. Сегодня работы вошли в завершающую фазу. Готовность объекта представители компетентных органов обсудили в режиме ВКС с Министерством культуры России. В совещании и осмотре помещений принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он оценил работу системы климат-контроля в помещениях. При третий день у нас держится влажность 55-60 процентов и температура стоит уже на уровне 19-20 процентов. Сейчас важно дождаться конца тестирования этого режима, но уже нет скачков. Система вышла на штатную работу и это для нас важнейшая вещь. Преобразились и прилегающие к зданию фабрики кухни территории. На месте промышленной зоны развернулся сквер баланса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.